Слава Украине, приветствуем от Полонского. Вернуть все в зад, а вернуть все в зад, это снова ГУЛАГ, снова Заградотряды. Помните Заградотряды у Сталина? Помните заявление Путина о том, что спереди будут идти женщины и дети, а им в спину будут стрелять наши доблестные солдаты? Помните, как он в Крыму заявлял? Да, так вы думали, что-то изменилось? Нет, ничего не изменилось с тех пор. На России Заградотряды, то есть, еще раз поясняю, что такое Заградотряды, это те войска НКВД, которые стоят сзади за своими войсками, за своими позициями, и задача которых расстреливать собственных солдат, которые не выполняют приказы российско-фашистского командования. Итак, фашисты поставили одних спереди, это так называемое мясо, которое расход, просто его убивают, да и все, никто его не считает, это все. Ну, это обычно кто это идет, значит, кто в мясо входит, это там, буряты, прежде всего, смотрите, сколько их убили, точнее, ну, они же их просто в расходы отправили. Буряты, это жители вот этого Донбабве, или Даунбабве, как его правильно называть, жители всяких нацокранти по Якутии, да, вот тех, кого вообще Путину не жалко. То есть, чем дальше ты от Кремля, чем меньше твои родственники в случае твоей гибели могут сделать потерю, ой, извините, проблем Кремлю, и чем дешевле их купить, некоторым он достаточно барана дать, а некоторые довольствуются килограммом пельменей, чтобы они не вякали потом, когда тебя убьют, тем больше ты мяса. И вот тут как раз вот у нас на телеграм-канале, сейчас ссылочка снизу в описании к данному ролику, подобная ситуация, где, значит, заградотряд, точнее, руководитель заградотряда с очень характерным для российской армии позывным мясник, получает указание стрелять в спину собственным солдатам, в случае, если, то есть российским же солдатам, не знаю, какой национальности, не буду говорить, если те будут отказываться идти в последний бой. Понятное дело, что их гонят в один конец. То есть, абсолютно полностью следует из данного разговора. Просто гони их на убой, да и все, гнать их туда. А если что, обнулять. Интересно, что это видео тоже записал один из расшистов. Он его записал, заранее, собственно говоря, зная свою судьбу тоже. Его уже тоже нет. И кому-то переслал с таким вот, с такой вот как бы припиской, что если я его пересылаю, говорит, также в военную прокуратуру, если нет реакции от военной прокуратуры, если нет, если я не выхожу на связь длительное время, соответственно, вот тот человек, которому он прислал, опубликуй. Никакой, естественно, реакции со стороны военной прокуратуры фашистской России нет, просто потому что, ну, это у них в порядке вещей. Стрелять в спину своим, своим же, для них это норма. Что говорить там, что они у нас в буче творили, если они своим в спину стреляют. Вот. Этот подождал, подождал, этот уже тоже исчез, который стрелял, извините, который записывал это видео, уже больше месяца не выходил на связь. Ну, и видео было опубликовано, соответственно, попало в сеть, и на него сейчас вот очень многие, как говорится, опираются. Это, знаете, одно из первых таких конкретных свидетельств, когда конкретно, хотя я еще слышал, по-моему, слышал еще в 23-м, да, тоже такая вот ситуация была. Абсолютно конкретно указание, если не пойду вперед, знаешь, что с ними делать, значит, всех обнулять. О чем и говорит автор ролика. Вот. А для нас, ну что, мы боюем с абсолютными нелюдями. С абсолютной чернотой, с абсолютно фашистской стороной, абсолютно варварской. Готовые резать, убивать, резать еще раз, еще раз убивать. И больше, собственно говоря, ни на что они в этой жизни не способны. Только стрелять в спину.